Сегодня ночью наши войска с особым цинизмом нанесли удары по нефтебазам в Смоленской области. Это были нефтебазы Роснефти. Вот так, как будто издеваюсь над Байденом, который должен прямо сейчас подписать с минуты на минуту, а может уже подписал, когда вы это смотрите, пакет помощи Украине. Мы просто сказали, да-да-да, и деньги давайте, а НПЗ мы все равно сожжем, нефтебазы все равно сожжем, ничего у вас не получится. Условий нам ставить не будет. Ну, кстати, про тракторные заводы нам Байден ничего не говорил, поэтому до кучи мы сожгли еще и часть Липецкого тракторного завода. Отправили туда беспилотники. Липецкий тракторный завод, естественно, производит не трактора совершенно, а танковую технику, точнее какие-то запчасти для танковой техники, поэтому его мы тоже пожгли. Что-то еще мы пожгли в Воронеже, но тут история умалчивает, что именно местный губернатор говорит, что так, частные домостроения, но если у них частные домостроения содержат в себе тонны мазута, ну, значит, у них такие частные, видать, в Воронеже, суровые воронежские частные домостроения, по-всякому бывает. Итак, вы смотрите Штельман за сегодня, вот 24 апреля. Сегодня выпуск не совсем обычный, как видите, на природном фоне делаю все. Точнее, конечно же, в аэропорту. Улетаю, улетаю, наконец, навстречу Солнцу, лечу дальше навстречу Солнцу. И сегодня в конце выпуска, ну как в конце, вторая половина выпуска будет посвящена другой войне, не нашей, не нашей, и не израильской, ну, не украинской, и не израильской войне, а старой, бывшей войне. И расскажу я вам о том, что увидел вот в той стране, где я, собственно, провел последние несколько дней, что я увидел по поводу войны. Это важная для нас, не пустая совершенно страна, поэтому обратите внимание на вторую половину сегодняшнего выпуска. Но и в первую, а в первую у нас хорошие, как видите, новости. Причем хороших новостей прямо много. Прямо сегодня много. Вот, начнем с ночного налета мы начали. Две нефтебазы, Роснефть, тракторный завод и что-то хорошее, хорошо горящее в Воронеже. Это раз, это раз. Второе, это то, что на канале Штельман наконец-то 410 тысяч подписчиков. Спасибо вам от всего сердца. У кого еще есть возможность, подпишитесь, поскольку может, поставьте лайки. Третье, ну, вы это знаете, это вы ночью, я думаю, не спали и просыпались, чтобы удостовериться, что Сенат США, конечно же, проголосовал за выделение нам вот этого долгожданного, вымученного, буквально рожденного в муках пакета финансовой помощи. И для Украины проголосовал, и для Израиля тоже проголосовал. 60,8 миллиарда долларов получит Украина. Общая сумма пакетов 95,3 миллиарда долларов. 79 из 100 сенаторов проголосовали за, 17 сенаторов проголосовали против. Все, что осталось, это подпись Байдена. Байден обещал поставить ее сегодня. Он сказал, как только на моем столе окажется этот самый пакет, я его немедленно подпишу, потому что мы должны остановить террористов из Хамаса и остановить тирана Путина. Я думаю, что он мог не тратить лишнее слово, а только тирана, создавать тут лишние две категории. Воспользовавшись бритвой Акамму, он мог сказать просто террористов из Хамаса и из России. Это было бы гораздо более емко и точно сказано, но подпишет уже хорошо. Комментарии по этому поводу, что какие будут последствия, я вам сейчас расскажу. Они были предсказаны, в том числе здесь. Но сначала все-таки процитирую сенатора Митча МакКоннелла. Заранее скажу, что я благодарен телеграм-каналу Невзорова, из которого я взял эту цитату. Не сам ее нашел, не у Митча МакКоннелла, чтобы не притворяться, что сам рылся в его биографии. Значит, Митч МакКоннелл – это лидер республиканского меньшинства. В Сенате, которая сегодня тоже, как видите, поддержала законный проект. Он сказал, что Украина сейчас, это потрясающе, но, спасает Америку. Украина спасает экономику Америки. И что Россия уважает только силы. Помощь Украины в какой-то степени спасла и нас, сказал МакКоннелл. Она помогла нарастить нашу промышленную базу, создала множество рабочих мест. Вот что значит настоящий республиканец, а не вот это вот все. А дальше он рассказывает про еще одну войну. Еще не ту, которую я буду во второй половине выпуска, а вообще еще одну. Мой отец, говорит Митч МакКоннелл, воевал против немцев во время Второй мировой войны. Когда война закончилась, они встретились с русскими в Пальзене, в Чехии. И у меня, говорит, остались письма, которые написал моей матери. И там он говорит, русские будут большую проблему. Так написал отец Митч МакКоннелл его матери. И, дальше говорит Митч МакКоннелл, черт возьми, они были правы. А, они были, в смысле, он был прав, а они были, русские, долгое время. Была, говорит, небольшая надежда после падения Берлинской стены. Мы думали, может, Россия сможет стать нормальной страной. Джош Буш-младший относился к ней как к нормальной стране. Так же относился и Обама. Но с точки зрения ее амбиций, это все тот же Советский Союз. Они уважают только одну силу. Мы это выучили от Рональда Рейгана. Хочешь мира, будь сильным. Это работает, заявил Митч МакКоннелл. А я вчера вечером посмотрел вторую серию фильма Марии Певчих «Предатели». По этому поводу много копий сейчас сломано в российской оппозиции. Взорвала она, конечно, Мария Певчих, эту ситуацию. Я не случайно привязываюсь к речи Митча МакКоннела. Ведь в чем вопрос? Вот я не знаю, слышали ли вы про этот фильм «Предатели», так называемый фильм, ну как так называемый фильм, ну типа документальный фильм называется «Предатели». Вышла сейчас вторая серия. Он рассказывает историю 90-х годов. То есть от начала, как Россия вообще появилась на карте мира. Вот Россия, президент Ельцин и так далее. На второй серии написывались события в основном, там, днём шестого года. Выборы Ельцин на второй срок. Ну, видимо, третья серия будет, как Путин выбирает. Там герои, это все эти олигархи тех времен, телевидение, Березовский, Гусинский. Но есть и действующие персонажи. То есть те, кто сейчас действует, как-то это Кох, Ходорковский, Чубайс, которые, как вы знаете, прячутся где-то в Израиле и пишут научные статьи под видом англичанина. И в этом фильме как бы все они предстают в страшном чёрном свете. Ещё пока под вопросом, как предстаёт Абрамович, потому что вот уважаемый Михаил Ходорковский заметил, что что-то Абрамовича они забыли полить нужным слоем дерьма. Но это мы проследим. В третьей серии, если не будет на Абрамовича вылету нужное количество единиц этой жидкости, то это будет означать, что действительно прав Ходорковский, что компания фонд ФМ «Горьба с коррупцией» снова идёт по скользкому пути подмётных писем в защиту Фридма. Только теперь это будет подмётный фильм в защиту Ходорковского. Но это пока рано говорить о защите Абрамовича. Но это рано пока говорить, мы это посмотрим потом. Пока же вот в чём дело. Я подумал, ну, куча споров сейчас в русской оппозиции, типа правильное кино, неправильное кино. А я сделал несколько выводов из этого всего. Пункт первый. Ведь кино для кого снято? Мария Певчих, самой, по-моему, 35 примерно. И её аудитория такие же люди. То есть это не я и не моё поколение, это поколение моих детей. И это снято для людей, которые не знают ту историю. То есть для них это как учебник истории России 90-х годов. Действительно, это новый, чистый учебник, просто в видеоформате записан. И он вот такой. Я сейчас не пытаюсь доказать правдивую на меня. Ты сейчас факты там приведены, все верные. Факты верные. Почему? Это-то как раз часть истории, которую я знаю. Мне Березовский всё лично рассказывал. Да и там много взятых из суда Березовский против Абрамовича, где я всё это время присутствовал, сидел на всех заседаниях, всё знаю, всё слышал. То есть факты вернут. Вопрос же их интерпретации. Какая история из этого выложена. Так вот, какая бы она ни была выложена, правдивая, неправдивая, доказать никто никому ничего не сможет. У каждого свой взгляд будет на этот предмет. Но теперь молодёжь России будет знать вот эту историю. Потому что учебник-то у неё вот такой. Потому что она-то посмотрела, это молодёжь. Там, между прочим, 4 с лишним миллиона просмотров. Это не шутки. Для России это очень много. 4 с лишним миллиона просмотров на этом видео. Поэтому теперь для них это факт. И что для них получается факт? Что никакой Российской Федерации, собственно, и не было никогда. Что прав Митч Макконнелл. Зря надеялись. В смысле? Вот Митч Макконнелл говорит, Джош Буш-старший относился как к нормальной стране. Так если верить Марии Певчихой, её фильмы, получается, зря относился как к нормальной стране. Зря. В это время как раз Ельцин там воровал квартиры, а Березовский уже задумывал, как украсть логовас и так далее, и так далее. Дальше он пишет, Обама относился как к нормальной стране. Так зря. И ни разу не было никакой России. Просто ни разу её не было. Вся история России состоит только из сплошного воровства и убийств. Больше ни с чего. Так следует из этого фильма. А следовательно, раз у этой страны нет никакого прошлого, то кто вообще сказал, что она существует? Вот развалился СССР, да, появилось 14 стран, и ещё одно большое пустое место. Мерзкое розовое пятно на карте. Это, подчеркну, тот вывод, который можно сделать из фильма Марии Певчихой. Я сейчас, заметьте, не осуждаю фильм, не поддерживаю фильм, не говорю, кто прав, какой вывод из него следует. Но наблюдать интересно. Я понимаю, почему такие баталии, потому что решается судьба будущего поколения россиян, что они будут знать про свою страну, что она когда-то была. Ну, например, Ходорковский говорит, в 90-е у нас была страна некая. Был Гельцин, он сделал хорошие вещи, там, Гайдар, ещё кто-то и так далее. А Мария Певчиха говорит, нет, такой страны не было России. Не было. Не было. Я, кстати, провёл опрос в канале Телеграм, как вы догадываетесь, Шетельман, ну, Шетельман, Михаил Шетельман с Киева. Михаил Шетельман с Киева. Ссылка внизу. Я спросил, а вы за Ходорковского или за Певчих? За Ходорковского 71%, за Певчих 29%. Но я вам открою секрет. Ну, понятно, большинство за Ходорковского. Понимаю, почему? Потому что большинство нас с вами плюс-минус вокруг моего поколения. Ну, плюс-минус. А вот те зрители, Марии Певчих, они вот там, в этих 29%, 4 миллиона зрителей. Напишите, мне интересно, ваше мнение более развернутое, не просто я за этих, я за этих. Что это вообще означает, если вы смотрели этот фильм? Если вы смотрели этот фильм. Это может привести к некоторым перестановкам, скажем так, внутрироссийской оппозиции, потому что, как белорусы, знаете, говорят, у них вот есть староопы, такое слово. То есть старые оппозиционеры. Они их типа новые оппозиционеры, не уважают старых оппозиционеров. Оппозиционеры 2020 года не уважают оппозиционеров 2000 года. Вот сейчас, похоже, появляется такой же раскол внутри оппозиции Российской Федерации. Ну, ладно. Наше дело другое совершенно. Наше дело россиян уничтожать, которые пришли к нам с оружием, а не разбираться, кто у них там в чем прав. Это дело Митча Макконнелла. Так вот, спасибо Митчу Макконнеллу, всем сенаторам, которые проголосовали за предоставление нам вооружений. И большинство оружия из пакета помощи США для Украины уже находится в Германии и Польше, о чем сообщил СНН. Не просто где-то там на складах Пентагона, а конкретно на военных базах в Германии и в Польше. Об этом сообщает СНН. Хотя американские лица не говорят об этом открыто, источник сообщает, что там значительная часть вооружений. Артиллерийские снаряды уже там, они будут одним из первых материалов, которые будут доставлены в Украину. После пересечения границы уже украинцы будут доставлять это к местам прям боев. Вот. Ну, тут, надо сказать, горжусь, предсказал. Я рассказывал вам, вы мне задавали буквально в воскресенье на стриме вопрос, как быстро это будет доставлено. Я сказал, оно уже на складах лежит уже. Все. Будет вот так чик, и все, через два дня. Через два дня будет на фронте. Уверен в этом. Уверен. Вообще, сегодня я как раз лечу в страну, где больше всего в мире американских военных баз. Приятно. Там находиться будет. Что-нибудь, может, расскажу потом. Вообще же, опубликована такая интересная статистика агентством СИПР о том, каковы расходы на оборону всех стран мира, вместе взятых в мире. И вот выяснилось, что они достигли абсолютного рекорда за всю, похоже, историю Челок и ЧС-2. А рост военных расходов в 2022 году зафиксирован на всех континентах. Общие военные расходы 2 триллиона 440 миллиардов долларов. Рост на 7% за 2022 год. Во всем этом, кстати, виновата Россия. Я бы рекомендовал всем странам мира обратиться за компенсациями против России уже сейчас. Чего ждать ее поражения? Надо сейчас деребанить уже эту страну. Потому что она всем должна, естественно, против нее же вооружаются. Значит, ну, дальше тут вот, да, самая интересная таблица это, собственно, в абсолютном исчислении кто на каком месте. Вот Украина, чтобы вы понимали, в мире, в мире, на восьмом месте не по доле ВВП, по доле мы на первом месте в мире, а в абсолютном исчислении по военным расходам. 64 миллиарда долларов у нас военные расходы. Для сравнения, для сравнения, это 23-й год, кстати, 64 миллиарда, для сравнения у России 109 миллиардов. Так что мы проигрываем по военным расходам почти в два раза. Те, кто говорят вам, что Украина тратит столько же, сколько России, это неправда. И это, заметьте, Россия еще берет оружие со складов и еще тратит 109 миллиардов, а мы всего лишь 64. Вот поэтому у нас нет военного преимущества. Мы тратим в два раза меньше денег, чем россияне. Но, когда сравнивают, если сравнивают, россияне там собираются с Западом воевать, с НАТО, то я их хочу расстроить. Вот у них 100 миллиардов, а у США триллион. То есть в 10 раз больше. На первом месте США по военному расходу триллион. А вот в процентах от ВВП мы абсолютные мировые лидеры. Помните, Трамп говорил, тех, у кого не будет 2% от ВВП расходов на оборону, мы из НАТО выгоним. Поздравляю, у нас 37% от ВВП будет на оборону. Наш нужно взять в НАТО, сейчас я вам скажу быстро, чтобы не ошибиться, нет, 16, 16,5 раз надо взять Украину в НАТО. Потому что у нас в 16,5 раз больше расходов на оборону, чем должны быть, если вы состоите в НАТО. Великобритания, Риши Сунак, который только что заявил о пакете помощи, Великобритания объявила, что переводит промышленность на военные рельсы. Не просто дают нам пакет, но и вот в целом переходят на военные рельсы. Они как раз решили нарастить военные расходы до 2,5% ВВП, то есть не 2%, как по НАТО положено, до 2,5% к 30-му году. Кроме того, дополнительно в следующие 6 лет Британия инвестирует в военно-промышленный комплекс 75 миллиардов фунтов. Профинансирует без увеличения заимствования или долга. Тем самым Великобритания станет второй после США страной НАТО по объему военных расходов, подчеркну, Риши Сунак. Фух. Да, я тут начал с наших оптимистичных рассказов, с того, куда мы ударили. По нам тоже били, конечно, сегодня ночью. Уж как без этого. Ударили по Одессе. В Одессе в некоторых районах нет света. Не знаю, как сейчас. Ребята из Одессы, напишите. Но не было света. Не было света после ударов. В Харькове тоже удары. Там есть пострадавшие, но убитых вроде бы нет, насколько я понимаю. И отдельно россияне обстреляли из артиллерии центр Купинска. Купянска? Купинска, Господи. Простите, опять я стал все это путать. Но тем не менее обстреляли. Так что и они по нам стреляют. Ну а на фронте 880 россиян уничтожено за последние сутки. Один танк, 12 транспортеров, 3 артиллерийских орудий. Но ничего, ничего. На складах уже Путин уже полный, Байден уже вот-вот подпишет. Все подъедет. Циферка приумножится. Надеюсь, что приумножатся и подписчики канала Штельман. После этого видео 410 тысяч хорошо, а 420 гораздо лучше. Мы это сами наверняка узнаете. Теперь в Россию у нас приятные новости. Там наступает раскол. Я уже сейчас не про оппозицию, которую рассказал фильм моей Марии Певчиха. Это знаете, вот кстати, Мария Певчих предъявляет такую претензию к ее фильму. Говорят, такой фильм могли бы вообще даже по Первому каналу России показать. Настолько он там, не помню. В таком тональности выдержанное что-то такое. А я вот подумал, ну по-честному, давайте так, те, кто оппоненты Марии Певчиха. Еще раз говорю, я не являюсь сторонним. Я сейчас тем не менее буду говорить про ее оппонентов. Они говорят, вот она такая сяка, очень много я слышал прямо достаточно вроде умных людей, которые говорят, она должна была вот так снять, она должна была еще добавить интервью с такими людьми, она еще должна была учесть обстрел Белого дома, она должна была еще взять интервью Татьяны Диченко, она еще должна была... Слушайте, она никому ничего не должна была, она сняла как умела. Она умеет вот так снимать фильм. Если вы умеете по-другому, снимите, а в чем проблема? Она не потратила на это миллиард долларов, Мария Певчих. Она не потратила миллиард долларов. То есть это может снять любой. Ну, любой из вас, из критиков, точно может такой фильм снять. Если у вас другая версия. Камера, вот как я сейчас в аэропорту стою, снимите такой же фильм. В чем проблема? Аху! Четыре с лишним миллиона просмотров. Попробуйте, снимите такой, чтобы заработал четыре с лишним миллиона просмотров. Это честная конкуренция. Вот это называется YouTube. YouTube – это честная конкуренция. У Марии Певчих нет первого канала. У Марии Певчих нет НТВ или РТР. У нее даже Раши Тудей нет. У нее есть YouTube-канал, где все равны. Я, вы, любые критики Марии Певчих. Хотите снять другую историю, считайте, что она рассказала неверную историю. Расскажите свою. А? Вот то, что сделает российская власть сегодня, чтобы расколоть то, что там в России. Это никакая Мария Певчиха, никакая оппозиция не способна. Только сами россияне надеются, что произвели сегодня просто такой настоящий зал Павроры сами по себе. Вчера в России арестован заместитель Шойгу, заместитель министра обороны Российской Федерации, которого зовут, конечно же, Иванов. Конечно, Иванов. Вообще, когда вы знаете этот... Ну ладно, не буду рассказывать анекдоты. Короче, заместитель министра обороны Сергея Шойгу, Тимур Иванов, арестовывал в России за коррупцию. Он знаменитый, заслуженный уже министр, герой ЛНР, между прочим. Да. И заслуженный строитель. А еще его называют правой рукой Сергея Шойгу. Сергей Сергея Шойгу. Да. Правой рукой Сергея Шойгу, потому что он, собственно, и воровал для него деньги. Еще его называют, так интересно, самый гламурный, самый гламурный, они говорят, самый гламурный военный или что-то такое. Ну, в нашем представлении, самый гламурный военный преступник России, вот этот Тимур Иванов. Потому что отдыхает он исключительно в Сан-Тропе со своими, значит, девушками. Дети у него живут, то ли дети, то ли приемные дети, я, честно, там уже, ну, следить за его семьей не хочу. А дочка в Париже, сын в Лондоне, причем сын сбежал в Лондон прямо перед мобилизацией, ну, то есть был отправлен в Лондон. То есть человек живет на широкую ногу, к России глумеет, на гламуре по полной программе. Вот. Но это, слава богу, значит, человек много украл, значит, он наш, на нашей стороне, человек этот, был Тимур Иванов. И вот арестовали его по статье 290, часть 4 Уголовного кодекса России, получение взятки в особо крупном размере, грозит ему 15 лет лишения свободы. Сегодня уже его, значит, оставили в суд, причем переодели по-бырому из военной формы, так, как он сначала предстал при орденах, так сказать, в галстуке. Но переодели в гражданское, в черный воронок запихнули, поставили перед судьей и дали ему 2 месяца заключения, то есть это не приговор, 2 месяца будут держать в следственном изоленте. Точно так же, поэтому же вопросы задержали у подельников нескольких, среди которых, что самое смешное, есть Петров. То есть задержан Иванов и Петров. Я думаю, сейчас в розыске Сидорова. Сидорова ищут, но пока Иванова и Петрова. Петрову тоже дали 2 месяца. Вот. Кем он там работал, чем он там делал, что воровал, ну, я же не буду вам рассказывать, да? Ну, а есть некоторые детальки. Значит, по взяткодателю все будет понятно в истории с Тимуром Ивановым. То есть ему же кто-то взятку дал. Он-то взял, но кто-то же дал. В частности, очень плотная работа шла с субподрядчиками, подконтрольными Хуйнулину. Узнаете Хуйнулин? Это тот самый человек, который отвечает на оккупированных территориях за строительство. Это он ремонтировал Крымский мост, поскольку мы его разбомбили. Это он возил Путина на машине по Крымскому мосту. Это он возил Путина в Мариуполь, в оккупированной, и показывал, вот здесь мы построили, здесь мы построили. Все было Хуйнулин. И сейчас, значит, в поделу проходят субподрядчики этого самого, принадлежащего этому самому Хуйнулину. То есть под кого роют-то? Под Шойгу, под Хуйнулина, под всех. Под всех. Ведь так получается. Значит, дальше. Сейчас, что происходит прямо сейчас. В нескольких российских регионах силовики производят десятки обысков, связанных с делом замминистра обороны Тимура Иванова. А это все происходит в Краснодарском, Ставропольском краях. Кто там еще? Начали пройти обыски во вторник вечером, следственные действуют до сих пор. Несколько десятков объектов обыскивают сотрудники департамента контрразведки ФСБ. А теперь так, смотрите. Объекты чьи? Министерство обороны. Ведь этот человек замминистра обороны. Он строил для Министерства обороны. Он заслуженный строитель. Он размещал заказы на строительство, соответственно, и так далее, для Министерства обороны. ФСБ производит обыски в объектах Министерства обороны. Упс, упс, упс. А еще, внимание, внимание, говорит Германия, вчера этот самый Иванов присутствовал на заседании, господи, коллегии Минобороны под руководством, кого бы вы думали, самого Сергея Шойгу. То есть, его прямо из-под Шойгу арестовали. Был он себе, понимаешь, был себе заместитель Шойгу. Вот он сидит с ним вместе на совещании, а вот его уже в черный воронок, под ручки и в тюрьму. И на тюрьму на два месяца на нары. Похоже, происходит то, что, как ни странно, нам рассказывал, ну пусть в аллегорической форме, аллегоричной, аллегорической форме, Валерий Соловей. Он нам рассказывал что? Он нам рассказывал про ФСБшный переворот в России. Да, он говорил, что Путин в холодильнике и так далее. Но он говорил, Патрушев забрал власть. Патрушев забрал власть, Путин в холодильнике, управляет страной, теперь компания Патрушева. И мне не только Соловей такое говорил, но и некоторые другие аналитики, так сказать, при закрытых дверях такое говорили. Нет, не как факты. Я в инсайды сейчас не верю. Я верю скорее в анализ тех, кто всерьез, глубоко смотрит на эту страну изблизи. И похоже на то, что действительно ФСБшный переворот в России произошел. Сейчас прессуют Шойгу, сейчас прессуют Хуйнулина. А кто останется, да? А и Б сидели на трубе, а пропало, Б пропало. А на трубе только ФСБ получается останется. Кто трубу-то будет контролировать? Это то, что нам надо. Они жрут друг друга. Пока они жрали там оппозицию. Было жалко оппозицию, конечно. Ну, жалко всех этих людей. Даже Мария Певчик, на нее там, она заочно арестована. У нее там большие проблемы с перемещением по миру. Ну, жалко. Молодая девочка уже подставила себя. Там, когда они арестовывали Стрелкова, мы потирали руки. Но, тем не менее, большого ущерба для России это не было. Кто страдал? Какие-то ультрапатриоты. Ну, сколько их там. Но сейчас-то плоть от плоти, кровь от крови, мясо от мяса российской системы политической арестовываются. Вы думаете, что сейчас они арестуют этого замминистра обороны, у них коррупция исчезнет? Нет, конечно. Но, но. Вокруг этого все построено. Вся система вокруг этой коррупции построена. И они прямо с корнем вырывают саму систему, рушат сами свое. Рубят сук, на котором сами сидят. Они этот сук растили, если верить фильму Марии Певчик с 1990 года, если верить версии Ходорковского с 2000-го, не знаю, например. Или с 2003-го. Они этот сук растили, 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 сидят на нем сейчас и рубят, рубят, рубят. Правую руку отрезали Сергею Шайгука Жугетовичу. Мне кажется, этот сюжет обязательно получит развитие. И развитие это будет в нашу, абсолютно в нашу поиску. Инаугурация Путина, как известно, назначена на 7 мая. И к 7 мая уже мы можем иметь несколько другую картину российской власти, несколько другую конфигурацию. А если запоет, не Певчик запоет, а Тимур этот Иванов запоет на допросах, а что он там запоет, а на кого? А на кого скажут, но того и запоет, там же ФСБ. На Хуйнолина, на Шойгу, Герасимова, где снаряды? Много открывается интереснейшей перспективе. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»